Итак, вернулись мы с Божгарденс, 30 с половиной часа мы там тусили, вставшие, но довольные, едем обратно и продолжаем разговор о работе для иммигрантов. Мы закончили на том, что трак-драйверами многие спрашивают, нужно ли устроиться по приезду. Опять же, что хотелось бы сказать, что обязательно смотрите блогеров, трак-драйверов. Их, наверное, как минимум штук пять я находила каналы. Они рассказывают, какие документы для этого нужны, и как, и что точно. Но что я знаю, что без разрешения на работу вас не возьмут трак-драйверы. Я слышала, что трак-драйвером возьмут, во-первых, резидента, или у него должна быть грин-карта, или он должен быть гражданином, потому что это все-таки ответственность. Ты отвечаешь за груз, который повезешь, поэтому они не могут взять кого-то без документов. Помимо того, нужно сдать на права. У них своя категория есть. Своя школа сидел. Да. Своя школа. Сдать я не думаю, что это как-то сложно. Ну, я думаю, посложнее немножко, чем простые права. Ну, реально. Ну, сразу вы не устроитесь трак-драйвером. Хотя здесь... Большой спрос. Большой спрос. Ну, почему большой спрос? Потому что американцы... Ну, это тяжелая работа. Это действительно тяжелая работа. У нас знакомый работал трак-драйвером два года. Пока он не попал в аварию, очень сильно там... Ну, сломал руку или что-то очень сильно ее ударил. Он больше напугался. И решил после этого завязать все. Во-первых, он семью не видел. И дочка маленькая. Ну, в общем, специфичная работа и достаточно тяжелая. Поэтому американцы на нее с неохотой. Ну, она, в принципе, хорошо оплачивается за вашу. Но из-за этого русскоговорящие очень любят эту работу. То, что она хорошо оплачивается. Хотя и достаточно тяжелая. Но она хорошая. Ой. Короче, автоматили. Мне кажется, все, что связано с этим. Господи, какие трубки вообще. Видела? Просто. Ну, я не знаю, как это написать. О, вообще сарай. Просто. Как люди в этом живут. Жесть. Они еще и старые. Какие. Это даже не мобилхомы. Это как бы назвать. Я не знаю. Вагончики. Вагончик. Роительный. Так что, трак-драйвером вы, конечно же, сразу не устроитесь. У вас должны быть документы. И вы должны быть документы. И вы должны сдать на права. Отучиться на трак-драйвера и не сдать на права. Я думаю, в цене такие профессии, как автомеханик, как всевозможные рихтовщики, маляры. То есть, все, что связано с автомобилем. С работом автомобиля. Да. Я думаю, что здесь всегда найдут работу. Особенно, если это хороший мастер. Если вы специалисты. Да. Если вы специалисты и умеете работать руками. Ну, вот опять же, электриками. Мы знаем, у нас есть знакомые были. Электрик, он работает, он получает около 30 долларов в час. В госпитале они, что ли, строили? И вот они там, значит, электрику делали. Но он для этого выучился. Получил соответствующую лицензию. У него есть разрешение на работу. И он знает английский. Плюс, после обучения, любой электрик должен 3 года проработать помощником электриком. Да, они все так просто здесь. Сразу они не будут. А, то же самое. Ага. То же самое с сантехниками. Все, что касается сантехнических работ. Вот плампинг тоже. Потому что сначала подмастерим работу. А, на счет подмастер... Да, это такая работа, где тоже нужна лицензия. Это тоже такая серьезная. Это надо учиться. Ну, как серьезно. И как на врача, конечно. Но нужно учиться. Так что трак-драйверам... Если у вас есть какие-то вопросы, то их лучше задавать трак-драйверам. Они, конечно, больше в этом разбираются. Но я как-то смотрела одного трак-драйвера. И он говорил о том, что мне некоторые пишут. Ну, сейчас, наверное, уже нет таких. Хотя всегда есть такие люди, которые думают, что можно по рабочей визе приехать именно трак-драйвером. Это не та специальность, это не та профессия, по которой вы можете здесь получить рабочую визу. Рабочую визу получить очень сложно. И это такие специальности уникальные, где вот компании пытаются искать кого-то из американцев. Они никак не могут найти. А вот вы тут такой специалист нарисовались из России. или из другой страны, без которого вот они никак не могут обойтись. Но не могут они найти никого здесь, в Америке. И тогда они приглашают вас. Трак-драйверов здесь, конечно, не хватает. Но все-таки их достаточно много. Да не та специальность, чтобы вызывать кого-то из другой страны для этого. Какие-то более уникальные специальности. Например, IT. IT-шник. Или спортсмен. Ну, спортсмен, это даже, я скажу, спортсмен, это другая виза. Есть виза О-2. Но это отдельная тема для разговора, какие визы есть. Но не рассчитывайте, что вы хотите там быть здесь, убираться в номерах. Или, я не знаю еще, кем вы можете быть, специалистом в своей стране. Но маловероятно, что эта специальность подходит здесь, под рабочую визу. И очень тяжело получить. Как правило, адвокаты знают список специальностей, которые подходят под эту визу. И для этого нужна, наверное, консультация с человеком более знающим. Ну, обязательно. Обязательно. Потому что в этой сфере тоже очень много мошенников. И много таких ставных фирм, которые берут с тебя деньги. Посреднические фирмы. Не, одно дело посреднические, я говорю, даже фирмы, которые предлагают услуги, что они тебя вызывают, как ты в них будешь работать. Хотя, на самом деле, эти фирмы ничего из себя не представляют. И ты им платишь деньги, хотя фирма должна оплачивать тебя, как специалиста, все расходы. В том числе и адвоката тоже. Все на себя берет фирма, а не ты. А если она с тебя что-то требует, значит, это развод. Не ведитесь на это. Так что, драйвером стать реально, но для этого нужны документы, язык. И вот права. Могу только сказать одно, что человек, который хочет найти работу, он ее всегда здесь найдет. Даже в Орландо хоть многие говорят, что во Флориде нет работы. Или конкретно в Орландо тяжело найти работу. Не верю я этому. Нет, это неправда. Найти работу можно здесь. Может быть, ее здесь немножко подольше искать, но все в течение месяца, пару месяцев, если они задались этой целью, если они хотят найти работу действительно, они ее найдут. Или если человек не думает, что он найдет работу директора сразу прям. Или, например, у него настолько руки не предназначены для работы хаускипером, да? Но есть такие реально, что даже там ничего не получается. Но его даже оттуда выгоняют, потому что он не умеет убираться. Медлительные, например. Медлительные одно дело, хотя даже если ты убираешься хорошо, то это даже так сойдет. Убирайся хорошо, где-то быстрота нужна, но ты должен нормально убираться. И если ты плохо убираешься, вот знаете, есть такие люди, которые вот за что они не возьмутся, они все сломают, у них все плохо, и они никуда не годятся. Ну, такое слово у меня только вот на море ходит рукожопы. Ну, наверное, проще тогда... Такие пригождаются, наверное, там, где они родились, потому что там проще. Да и терекла. Чего ты? Нет, это не то, что я знаю. Там, откуда руки расстроены, пригодились мы. Ну, бывает, они себя и в своей стране не могут реализовать. Ну, и здесь они себя тоже не реализуют. Здесь нужны все равно нормальные и работящие люди тоже, которые чего-то хотят добиться. Пусть они начинают с самого... Я не знаю, назвать это низом, но нет, а не низом. А если не низом, нет, конечно. Это хорошая работа. Просто здесь нет. Здесь любая работа уважаемая. Здесь нет такого фу, там, хаускиперы, или... Ну, как у нас, да, принято. Здесь ко всем относятся доброжелательно и уважительно. И нет такого пренебрежнения никакой профессии. Вот если ты стоишь на перекрестке, вот как здесь, и ходят, милостыню собирают. Вот к этим людям нужно пренебрежительно еще как-то относиться. Ну, ты им деньги дают. Да, дают. Я даже сам один раз дала. Ну и зачем? А ты знаешь, у него такие глаза были добрые у человека. Он подошел ко мне мужчина. Да, они... Он был заросший как дикобраз. Но вот из этой вот, из кучи волос, вот, знаешь, такие глаза добрые смотрели. Такие голубые-голубые. Вот они этим и берут. Он специально такие глазки добрые тебе сделала, отошел сразу. Ну, хорошие глаза были. Да? И жалко ему было, что-то там ему доллар дала. Ну, ладно. Ну, вы видите, очень приятно. Человек, что сделает. Расчувствовалась. Ну, вот. Так что... И даже вот с этой, с такой профессией, может быть, невысокооплачиваемой, здесь люди поднимаются и через несколько лет добиваются ногу. Ну, приезжие все в основном начинают вот с таких работ. Понятно, что... Ну, в принципе, работа руками здесь оплачивается хорошо. Если ты не оплачиваешь. Конечно. Ведь нужно выйти на работу, осмотреться, с кем-то познакомиться. И так, глядишь, через год или через два ты уже поднимаешься на следующую ступень. Потом еще у нас следующая, как вы там помнишь, поездка в Америку, да? Пройдет два года, и ты тоже будешь идти... Помощником уборщика, да? Переворачивать котлетушку. А, да-да-да. Ну, а что делать? Такова жизнь. Да. Но здесь подняться все-таки легче. Здесь подняться легче. Конечно, если ты приехал уже в возрасте, то тяжело, что говорить. Тем более язык чужой. Еще его надо выучить нормально. И не думайте, что его так просто бывает. А, год пройдет, и я сам его по себе выучу. Не будет такого. Можно его учить и 10 лет таким образом, если вы думаете. Не выучите. Да, нужно находиться в среде. Если перечислить, с кем у нас работают знакомые наши русскоговорящие. Вот я знаю. Краг-бранера, электрика, водителя. Этикюрша, косметолог. Этикюрша, косметолог, трейхмахер. Ну, бывают салоны, держат красоты. Если уже люди не может... Официанты. Официанты знают, да. Тренер по фитнесу. Тренер в тренажерном зале. Да. Но это уже люди в основном, по большей части, которые легализовали здесь. Как будто суток есть. Ну, просто профессии, в которых они себя реализовывают. Риэлторы, продавцы в магазинах. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова